Ну а проблемы сельского хозяйства Михаил Гнатьев изучал в субботу. Большинство районов Чувашии приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур. Страда набирает обороты, по данным Министерства сельского хозяйства, в республике скошно более 3000 гектаров. Глава региона в эти выходные отправился с инспекцией на поля южных районов. Какой урожай рассчитывают собрать аграрий в этом году? Как отразится на нем засуха, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. В южных районах республики аграрии засучили рукава. На этом поле, вблизи села Яльчики, уборочная страда в самом разгаре. Комбайны здесь работают не только в будни, но и в выходные. Сейчас сруженикам села уж точно не до отдыха. Пока на небе не облако, необходимо ускорить темпы. Только так возможно получить хороший урожай. В сельхозкооперативе «Комбайн» к работам приступила по-настоящему профессиональная команда и современная техника. Комбайновый парк готов. Механизаторы закреплены. Опытные механизаторы. В середине есть у нас заслуженный механизатор Жуковской республики. В настоящее время у нас идет уже скашивание волки, озимых культур. Это озимые пшеницы, озимые ржи. Правда, прогнозы на будущий урожай все делают с осторожностью. Засуха не обошла стороной южные районы и в этом году. Каждое хозяйство сейчас отчитывается о потерях. Дефицит дождей весной и первой декаде лета сказался на яровых и озимых культурах. Выигрывают те, кто успел посеять раньше и сделал ставку на элитные семена. А вот урожай второго хлеба в республике должны собрать больше, чем в прошлом году. Погода сейчас благоволит картофелеводам. Дожди прошли, как раз цветение уже проходит на полях картофеля. Тем самым, я думаю, мы больше должны взять картофель в прошлом году, чем было в 2013. Потому что во время уборки потеряли одну треть часть урожая. Постоянно были дожди. Поэтому все надо посчитать уже по факту уборки урожая. Это все прогнозы с точки зрения биологического урожая. Но настроение руководителя, хозяй, самое главное, такое боевое. С кормами в этом году тоже не должно возникнуть проблем. Сейчас на полях подготавливают почву под сев озимых культуры, заготавливают корма. Их дефицита в этом году никто не должен испытать. Агрария и чуваши уже успели заполнить амбары до отказа сенажом. Но во многих хозяйствах этой весной сделали ставку не только на сено и силос. В этом году увеличили площади под посевом кукурузы. До 7 тысяч на силос заготовлено. И поэтому это еще даст большой объем. На то, чтобы поддержать агрария в республике, в этом году из бюджета выделяют более 2 миллиардов рублей. Причем половина этой суммы уже поступила на счета хозяйств. Цена за 1 литр молока крестьян пока тоже устраивает. На предприятии «Победа» только в прошлом году от его продажи получили около 10 миллионов рублей. Но хотелось бы больше. Конечно, молоко, если дороже, намного еще чуть-чуть дороже было бы, вообще прекрасно было бы. Потому что сейчас расходы очень большие, топливо очень дорогое. Техника закупать тоже очень дорогие техники. Но все же, отмечают аграрии, работать на селе становится выгодно. Сельхозпроизводители это чувствуют и реализуют крупные проекты. Главе республики показали открытый после реконструкции молочно-товарный комплекс. Еще недавно это была ветхая заброшенная ферма, а теперь здесь установлено современное оборудование. В этом хозяйстве содержат почти 400 коров. Но теперь появились возможности увеличить поголовье. Михаил Игнатьев отметил, именно таким предприятием государство будет оказывать всяческую поддержку. Митрий Ковалев, Александр Петров, Республика.